Привет, друзья! Мы с вами пришли в замечательный магазин «Дринкс» на Тверской улице. Почему мы сюда пришли? Объясню. Дело в том, что до этого мы с Денисом Руденко в основном ходили по сетевым магазинам, всяким пятерочкам, лентам и так далее и тому подобное, где Денис советовал вина, мы могли их купить, но там нельзя было попробовать. Вот здесь эти вина можно пробовать, и ценник у них не самый высокий, особенно для Тверской улицы. Как и почему это произошло, мы сейчас узнаем у людей, которые в этом магазине работают и которые этот магазин придумали. Так, Влада, поднимайся с колен. Умница, посмотри. А, я дам. Да, вот, смотрите, это замечательно, Влада Лесниченко, один из лучших винных экспертов России, человек, которая подобрала карты вин для 40 столичных ресторанов. Не все, правда, не работают? Ну, они не работают не по той причине, что ты подобрала карты вин неправильные, а потому что у них Собянин запретил парковку или еще что-нибудь произошло. Абсолютно верно. Это одна из главных причин закрытия ресторанов в столице. Да, ну и аренды, арендный бизнес у нас не понимает, что происходит. Да, ну так это же причина-то тоже в этом же человеке. Абсолютно так. Вот, если я прихожу в ресторан, где ты подбирала вина, то там всегда есть, ну, даже вот я тупой, я не понимаю, да, там всегда есть что-то вкусное, да, а если я этого раньше не пробовал, то об этом уже непременно рассказывал Денис Руденко. Вот мы были недавно, как это называлось-то, Господи, в Хуманс, да, по-моему? Да. Вот, в Хуманс. Ой, это очень приятно. Да, я прихожу такой в Хуманс, и, соответственно, Сомелье идет показывать эту самую барную... Винную комнату. Винную комнату, да, и я обнаружил примерно все то, о чем рассказывал Денис. Я думаю, так, а что надо тут делать? А потом она говорит, ну, Влада же... А, ну, Влада, понятно, конечно. Мы с Денисом спелись. Да нет, ну, просто у вас правильные винные ценности. А Альбарини, да, 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 да. Вот как раз Денис рассказал, когда мы были в Ашане, а теперь, оказывается, и в ресторане правильный выбор. В Ашане мы ходили с Руденко и искали на полках хоть что-то нормальное, а у вас просто все нормально прямо здесь собрано? Да, да. Ага, отлично. Мы работаем с винной компанией, которая у нас, вот Влада Лесниченко нам делала винную карту. Мы вместе будем. Да, запомните, дорогие зрители, что слово Влада Лесниченко – это гарантия качества. Если Влада подбирал винную карту, все, вам понравится буквально все, что угодно. Что у нас происходит здесь? Что вот это вот за стеллажи? Что это за вины? Что здесь можно пробовать? Вообще, как это все устроено? Это замечательное флагманское место сети винных магазинов «Дринкс». Не только винных. Смотри, сколько крепкого алкоголя. Да, да, да. Прокрепки надо будет. Ты мне потом дашь какую-нибудь эксперту? Прокрепки отдельно. У нас есть всевидящие, всезнающие ребята, которые все расскажут. А так, это абсолютно, как мы привыкли говорить, винотека, но это не винный бутик, а демократичный винный магазин, где можно подобрать вина, начиная, наверное, от 600 рублей, а на акции еще дешевле, и до, в принципе, серьезных бургундских представителей, а также шампань и все остальное. Ну, а самое важное, что цены очень демократичны, потому что это все-таки принадлежит большой компании «Элвайн», да, и, конечно, разнообразим полки и другими компаниями, чтобы это было интересно для гостя, да. Вот, поэтому цены интересные, но самое важное, посмотри, пожалуйста, наверх. Ты видишь эту замечательную антресоль? Да, вижу, кафешка. И это у нас получился маленький-маленький винный бар, настоящий спикизи, только спикизи обычно находятся в подвале, да, как мы говорим, со времен этого закона. Да-да-да, сухого. Сухого закона, да. А у нас спикизи, у нас, как это еще их назвали? У нас, говори, еще более изи. Спиксокли. Я понял. Это у нас на антресоле. Там нет горячей еды, но есть обалденные совершенно закуски в стиле «Амис Буш», то есть классно приготовленная такая интеллектуальная еда, ну и отличная подборка сыров фермеров наших подмосковных и, на самом деле, даже российских. У нас есть даже ростовские коровы. И мясная нарезка. Поэтому, что можно сделать? Можно зайти туда, попробовать то, что мы там уже предлагаем по бокалам, потом можно посмотреть какое-то интересное предложение в районе двух тысяч, открыть эту бутылку и также ее попробовать по бокалам, ну либо купить бутылку и с 20-ти процентной скидкой, что, в принципе, ужасно редко, вы знаете, в основном на ценку делают, да, когда ты покупаешь с полки и идешь куда-то. У нас, наоборот, 20-ти процентная скидка, можно попробовать это вино. Так, давай к конкретике. Перейдем, покажи какие-нибудь цены, которые вот прямо действительно порадуют нашего внимательного зрителя. Ну вот смотрите, вот очень интересная штука. Сейчас очень модно «Мюскаде», да, и мы все ищем «Мюскаде» подешевле, потому что «Мюскаде» это устрица, «Мюскаде» это рыба, «Мюскаде» это свежесть, выдержанная на осадке при этом, да, значит, это вкус более полный, более 3D-шный, как мы говорим. 682 рубля. И это прямо Франция-Франция? Это прямо Франция-Луарская. Да, а что мы скажем тем людям, которые постоянно пишут в комментах, что Франция не может стоить 10 евро хорошая в России? А как же транспортировка? Люди, может, мы делаем для этого все, потому что большая компания может себе позволить правильную логистику, и поэтому мы можем себе позволить… А, а мы, что важно, очень делаем низкую наценку для того, чтобы зарабатывать не на марже, как мы привыкли раньше, да, а на обороте. Это очень важно. А слушай, а на обороте реально можно заработать не меньше, чем на марже? Просто не все это знают? На марже, ну как раньше, ты сидела, продала одну бутылку, сидишь, радуешься. А теперь интересно продавать больше бутылок, да, прививать культуру вина, вдохновлять людей, пробовать все время разной. И сейчас так много вин с низким градусом, которые можно выпить не одну бутылку, а две, да, и сейчас такая мода происходит. То есть, например, там, 16-ти градусный шараз можно растянуть на два дня пить, да, а, скажем, две бутылочки мускаде супер заходят у вас за ужином запросто, и это даже подойдет, в принципе, к белому мясу. Так, хорошо, кроме мускаде, чем мы еще можем порадовать? Вот, пойдем я тебя порадую русским вином. Не меня, мне надо мои жители порадовать. Ну, если у вас всех, а ты тоже порадуешься вместе со всеми? Я, да, я обязательно. Вот, смотри, опа, оранжевая, это уже кончилось, вот что значит хорошие цены. 990 рублей за Игоря Самсонова, за его потрясающий рок-н-ролльный проект, который называется Unplugged, потому что мы все вместе любим хорошую музыку, и вообще… Вот эти две бутылки. Да, да, Игорь Самсонов, он звезда рок-н-ролла. Он считает это максимально органическим вином у него на винодельне, и поэтому сделал такие классные, такие живые этикетки для этого вина. И у него есть еще это Pinot Gris, да, это офигительная альтернатива надоевшему всем Pinot Gris. Кстати, он даже, смотрите, 792 рубля по скидочной карте. А что нужно делать, чтобы получить скидочную карту? А скидочная карта, пока мы добрые, пока мы только открылись, такой секрет. Скидочная карта дается просто всем. Всем вообще, да, то есть человек зашел даже… Да, за шоколадом. А, скажи, пожалуйста, дорогая Влада, а у вас тоже надо на колени вставать, чтобы опуститься до нижней полки, где самые низкие цены? Ну, нет, на самые низкие цены они варьируются просто в зависимости от акций. Это мне просто удобно так сидеть. Сиди-сиди-сиди. Да, весна скоро, надо йогурт заниматься. Но вот сядешь так и сразу что-нибудь интересное найдешь. Вот опять же, 792 рубля по скидке, да, и 990 рублей без скидки. Так что это мы там нашли? Это мы нашли замечательный сорт «Примитива». Да, ее Денис тоже очень рекомендовался. Да, вот те люди, которые говорят, знаете, вот эти все ваши легкие красные, для нас это довольно сложное кислое вино, мы еще к нему не готовы. Дайте нам чего-нибудь более фруктового. Вот отличный вариант. Оно, на самом деле, «Примитива» обладает очень хорошей кислотностью, но при этом с замечательной фруктовостью. Поэтому это вино с таким красивым почерком. И вы знаете, что на самом деле из «Примитива», несмотря на такое, скажем, на такое наивное название, да, как наивная живопись, оно бывает, доходит в цене до 6 тысяч рублей. Чего если? На минуточку, да, да. Поэтому вот этот прекрасный вариант за 790 рублей – фруктовость, но одновременно с этим правильная кислотность для того, чтобы сопровождать ваши гастрономические упражнения домашние, да. А вот это я еще хотела посоветовать. А, моё любимое фрапату. Для тех, для кого пенануар сложен, да, непонятен, вот эти все игры с тем, что бутылка должна 3 часа дышать, 2 часа отдыхать, там параллельно, горизонтально, вертикально, вот это все. Для того, для кого это скучно, неинтересно, не хочется вот заморачиваться, фрапату – идеальный вариант, розы, фиалки, замечательная земляника, но при этом все просто и доступно. Здрасте. Лада, давай мостик сделаем. Я недавно был на мастер-классе про австрийские вины, и там люди спрашивали, а где их купить? А у тебя есть тут австрийские? Австрийские у нас, смотри, полка австрийские. Это вот это все австрийские? Ну, это начинается красиво с Германии и переходит в Австрию. Так, и где оно переходит в Австрию? А, вот, вот. Приходит в Австрию, вот на этом уровне. А, слушай, я даже нашел ту бутылку, которая была на дегустации. Да, сегодня их ужин. Это замечательная Юдит Бек, производитель из Австрии, из Бургенланда, точнее из Ваграма, из маленького, да, сирийского региона. Теплая самая виноделина, она умудряется все равно делать тончайшее вина с помощью своего опыта, потому что она работала даже в Косте Стурнель во Франции. А еще у нас есть замечательный производитель Лет, тоже из Ваграма. Он делает классные Грюнеры. Вот они, пожалуйста, у нас за 903 рубля. Все в нем есть. И свежая трава, и цветение, и хорошая кислотность, и объемность, да, которую, в принципе, для Грюнера редко можно получить. Но, смотрите, этого вина нет на полке. Знаете почему? Не потому что не подвезли, а потому что, как его только поставишь на полк, оно все продается. В нем два сока. А вот это, который ценник я снял, его на самом деле нет? Да, да. Нет, 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 это нет. Боже, фрэш. Нет, нет, нет. Грюнер плюс Рислинг. И называется оно дуэт. А, два в одном. Но сейчас его нет, да. Два в одном. То есть для тех, кто любит свежесть травы, это Грюнер. А для тех, кто любит тропики и пышность, это Рислинг. И когда они вдвоем, у тебя получается победа двух фронтов. Слушай, я придумал, давай в конце дадим телефон магазину, люди будут звонить и спрашивать, есть ли вот это вот. Да, да, да. Вот, и соответственно. Или мы можем ставить какой-нибудь флажок на окно. Что же, а бронировать? Нет, цветок нужен, герать там дальше. Цветок, да, да, да. А, слушай, а скажи мне, а бронировать у вас можно? Человек позвонил? Конечно, обязательно. Есть, да? Да, да, обязательно. Под него там, да, то есть как-то бронь делается? Конечно, конечно. Так, слушай, а расскажи мне про что-нибудь дорогое, потому что у нас всегда в комментариях, как только мы, извиниться, мы обозреваем что-нибудь дешевое, приходит человек и говорит, так, слушай, ну, я понимаю, да, для нищебродов там, а для нормальных, вроде есть что-нибудь? Вот у нас недавно приезжал замечательный производитель, Тосканский, все его знают, Бьонди Санти, который стоит в нашем магазине всего 1900 рублей. Это абсолютно коллекционная вина его, вот, пожалуйста, начинается. Заходи, Влада, я просил подороже. Или это дорогие вина, которые у вас стоят дешево, ты имеешь в виду? Ну да, но вообще везде стоят там в районе от трех с лишним тысяч, а у нас вот замечательная цена. Нет, слушай, а что-нибудь за тридцать-пятьдесят вот так? Ну, это холодильник. Холодильник? Да. Человек, например, хочет почувствовать разницу, да, вот, чем отличается вино за 700 рублей и за 7000, например, оно же не в десять раз отличается, да, но вот что купить начинающему человеку, чтобы сразу почувствовать, да, вот это вот, вот действительно, оно стоит своих денег. Такое вообще бывает, нет? Да, такое бывает, но это все-таки не холодильник, я считаю, что это надо сходить во Францию. Пойдем во Францию. А, во Францию, в смысле сходить у тебя во Францию? Да, сходим во Францию. Я думал, сейчас будет это, и пошли они до города Парижа, вот это. Да, пошли они до города Парижа, да, 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 с Тверской, да. Да, на самом деле, у нас очень интересная коллекция Бургундии, причем Бургундии, как я люблю говорить, альтернативной, да, если ты хочешь попробовать, скажем так, готовый, да, Пино Нуар из очень интересного пилосьона, который не оценен так высоко, как его, соответственно, родственные, да, пилосьоны, которые мы все знаем, можно... А пилосьон переведи что это? Это, скажем, это маленькие, маленькая девушка и ее окрестности, да, именем деревушки называется... Ну, как у нас совхоз примерно? Не, ну, нет, не совсем как совхоз, все-таки, это, например, вот, например, Бургундия, это Московская область, потом, например, деревня, город Бонн, это Красногорск, а вот, например, село Павшино, это какой-нибудь Монроше, и все, что вокруг него будет называться Павшинским апеллосьоном, да, потому что все совхозы, которые вокруг Павшина есть, они будут принадлежать Павшинскому апеллосьону. Вот примерно так. Осталось Павшин только научиться делать такие же вина, но я думаю, что это не сложно. Да, но я думала, хотя бы пусть они научатся делать хорошую капусту. Уже будет хорошо. Так вот, например, как начать врубаться в Бургундию? Нужно найти качественного, классного производителя с историей, типа нашего прекрасного Топино Мерме. Так, и пальцем показывай, я же не знаю, а, потому что вы с Руденком все время читаете какие-то не те слова, которые я читаю. Потому что я читаю крупно в группе, написано, что там Сен-Роман, да, а то, что это Топино Мерме, это вот, знаешь, для нас тупых это сложно. Да, поинтересоваться его основными серьезными апеллосьонами, вычеркнуть их пока, отставить, найти альтернативные и очень приятные по цене. И, братья, вот Сен-Роман сейчас очень модная штука, потому что там делаются отличный красный и неплохие белые вина. Да, и поэтому... Это 13-й год. И еще 13-й год, извините, вино созрело, готово, можно пробовать. И еще, когда оно стоит 2800, да даже до 3000, то я считаю, что это просто роскошная цена. Так, а скажи мне, пожалуйста, а сколько оно стоит в ресторане, например? Ну, я думаю, что оно будет, наверное, начинаться от 6-ти. От 6-ти? Так, а у вас это можно попробовать? Да, абсолютно, да. Прям по бокалам оно есть? По бокалам нет, эту бутылку можно купить, минус 20%, пошел наверх, выпил. А вина до 2000 рублей можно открывать по бокалам. Хорошо. А скажи мне, пожалуйста, вот смотри, у нас была еще такая серия про пробку, про корк, вот этот вот, что она портится и так далее. Если ты купил в магазине, то ты должен там как-то возвращать, у вас это как происходит? Да, мы забираем абсолютно, если оно действительно больное, да, если оно окислено или у него болезнь пробки, да, и это чувствуется, и это понятно, то мы с удовольствием заберем и поменяем, а мы это абсолютно нормальная практика. Понятно. То есть это не важно, что человек открыл здесь или принес домой, если у него есть чек. Ну, конечно, если у него есть чек, он возвращает нам бутылку, и оно действительно пахнет пробкой, да, и он там ничего не нахимичил. Так, друзья, запоминайте, это на самом деле не реклама, это люди, которые отвечают за свое имя и за свою репутацию, да, потому что Владу все знают, да, это не какой-то человек из какого-то магазина, который вам что-то там пообещал, да, а потом вы его даже не знаете, где его найти. Владу всегда можно найти на активный пользователь соцсетей, вот, поэтому вы, кстати, можете задавать вопросы, еще раз напомню, что зовут эту прекрасную женщину Влада Личниченко. Как раз в самую тени тебе загнал, ну-ка выйдя на свет, выйди из тени. Вот, 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 хорошо, спасибо тебе большое. Так, еще что важно, мы забыли. Хочу попросить, пожалуйста, люди, вы все знаете, что такое пиногриджи, вы знаете даже, что такое пиногриджи, вы знаете, что такое пиногриджи, вы знаете, что такое савиньон блан, и шардоне, и все это вы знаете, пожалуйста, я вас очень прошу. попробуйте шененблан это вот мое личное к вам моя личная к вам просьба и такое лучи вдохновения ты покажи как она выглядит потому что иначе твои лучи идут шененблан может быть если шененблан стоит до тысячи рублей вы пожалуйста и власти играйтесь я имею французских они нужно так так а вот если он начинается начинает стоить а где-то от полутора тысяч и дальше вы даже можете идти шажками и пробовать то тут начинается уже море удовольствия если вы любите варенье и зайвы мед липу то это пожалуйста все в шененблан посмотрите замечательный вариант 2015 год что для шененблана как раз очень хорошо потому что этот сорт любит выдержку да любит даже развиваться в бутылке да то есть вот хорошо пробовать не молодым а а уже знаете как ну как не выдержанного как сказать возмужавшими вот поэтому 15 год для этого белого вина просто идеальный и он получается тысячу шестьсот семьдесят два рубля что очень 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 здорово значит это классное хозяйство органическая оба неё и маленький виноградничек у них а ему на сегодня там буквально там 24 гектара его маленький виноградник лишен они делают шинен естественно в дубе потому что он любит очень дуб но дуб этот практически по моему 30 процентов только новый поэтому он довольно такой роскошный такой пышный в то же время элегантный и очень хорошо интегрированная кислотность для того чтобы была возможность его сочетать даже со свиным шашлыком а на самом кроме свиного шашлыка на самом деле его пить вообще замечательно просто так и можно из сыра и и с картошкой и с курицей и со всякими очень он очень любит разные азиатские упражнения потому что он достаточно яркий в нем чувствуется небольшой остаточный сахар да и он вообще очень такой классная ароматика у него она очень яркая поэтому она за дороже и легко справляется с даже самыми назойливыми специями я понял то надо брать ящик потому что это если ко всей еде подходит а у вас оптовые скидки есть хорошо хорошо так еще какие-то фишки ценные сведения знания вот шабли народ знает слова шабли из всех этих самых вот трех мушкетеров и прочего что-то может сказать просто шабли особенно прошабли за полторы тысячи рублей тоже нам совсем выгодно идешь про шабли пара шабли а знаете есть весь мир делится на два лагеря те кто считают шабли такой пустой необязательной истории французской холодная холодная смысле холодная смысле не то что они температуре холодная холодная смысле своего характера вино есть такое замечательно американский дистрибьютор винный который задал вообще моду сша пиццы ясно и вина он сказал что любить шабли это как любить фрегитную женщину нет не так стало лишь облить пожилую холодную вот что с ним не так а она довольно строгая мы же превошены строгой вот на вкус это в нем мало фрукта в нем больше минеральности слова за которые все друг друга убивают и в нем больше знаешь вот таких оттенков наверное все-таки таких садовых цветов до не яркого цветения таких приглушенных садовых цветов и очень-очень мало фрукта если этот фрукт есть то вы скажем просто это спелые яблоки но не там не абхазские персики и поэтому да и поэтому но у каждого у каждого классного производителя в шабли а их не так много как кажется собственный подход и вот что интересно в шабли что вы можете найти свой и а стилей так много что действительно даже если вы говорите что я не люблю шабли попробовать много несколько разных производителей вы найдете свой стиль вот мне очень нравится гарнир тем что во первых это органический который я обнаружил благодаря скидке абсолютно вот на него всегда будет скидка потому что это скажем так у нас местный местные как сказать принадлежащие вот этой большой компании который принадлежит магазин поэтому можете позволить закупать его тоннами оптом и отдавать дешево в качестве тизера и не дешево отдавать демократично 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 поэтому смотрите как раз акция который у нас происходит за полторы тысячи рублей покупаете маленькая шабли шабли пти шабли с которым вообще все начинают приобщаться к этому замечательному видео подожди а что значит маленькая бутылка вроде нормальной нет пти шабли это такое собиратель не отдельные виноградники это скажем шабли для начинающих а все я понял то есть для начальной школы для начальной школы так и старшеклассники что можно собирать классники переходят в гран-клю конечно же вот у нас тут стоят 4 премьер крю гран-клю спрятали видимо в холодильник потому что ему нельзя все-таки игра нет нет не гоже гран-клю стоять туда под светом все-таки поэтому мы буду на среднее окончание средней школы пока а весь институт уже пошел еще пора всего может просто двигаться он сразу пока не встретишь шабли своей жизни отлично спасибо